привет друзья здравствуйте те кто остался с воркшопа и здравствуйте те кто присоединился с докладов я надеюсь что у нас сейчас получается все больше и больше здесь людей добро пожаловать на викторину всегда большое удовольствие проводить викторина мы делаем много мероприятий на английском языке на русском гораздо реже я потихонечку это исправляю в миру своих сил когда получается итак добро пожаловать присоединяйтесь как использовать викторину идея викторина очень простая мы используем mente.com это к абсолютно анонимно вам не надо вводить своих e-mail of телефонов номеров телефонов кредитных карт ничего не надо заходите на mente.com вводите код 653 47912 или сканируете этот qr-код кстати я его кажется заслонил дайте я себя спрячу ненадолго вот так и соответственно вы сможете спокойно засканировать этот код обязательно присоединяйтесь и посмотрим что у нас там будет происходить так мне надо проверить закончилось ли выступление собственно говоря в докладах так я так смотрю что закончилось значит буду ждать давайте дадим сейчас еще одну минуту людям присоединяйтесь а вы пока попрактикуетесь работать с mente чтобы потом во время викторины не было проблем значит я сейчас вернусь на секунду коменты где увидеть анонсы ваших мероприятий и воркшопов на английском хороший вопрос спасибо за интерес значит все что делает дата стакс проще всего увидеть вот тут сейчас покажу есть такой замечательный сайт дата стакс дотком . слэш простите воркшопс и здесь очень много всякого посвященного кассандре и смежным технологиям мероприятия бесплатные ну на английском языке соответственно здесь у нас стандартно раз в месяц введение кассандру вот соответственно сейчас будет модерн дейта об девелопмент там немножко про астро про кассандру про использование облачных баз данных введение в ноисквей базы данных будем рассказывать и про другие виды баз данных и когда они хороши как я уже говорил кассандра это не серебряная пуля идеальных решений не существует и важно выбирать сейчас 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 будут вопросы дима секунду я прошу прощения я привык на ты взаимодействовать а вот сейчас появятся вопросы я все включу соответственно так французский метап это вам вряд ли будет интересно очень интересный должен быть воркшоп миграция с sql и новость куэль мы это делаем вместе с моим коллегой и замечательным специалистом с эдриком лунвином очень сильный французский акцент но специалист шикарный вот 6 и 7 апреля там два прохода мы будем соответственно показывать стандартная миграция первую очередь но на кассандру конечно вот и была возможность где-то подписаться у нас на все наши уведомления но что-то я еще с этой кнопочки не вижу соответственно рад что я говорю про дата стакс надо еще не забыть сказать про slurm.io учебный центр делали с этими замечательными товарищами много интересного делал я лично это уже скорее как частная инициатива дата стать тут ни при чем у них много интересных видео курсов интенсив и других программ по всему что касается куберната с докер cfc icd и так далее соответственно слерм это учебный центр замечательный но они соответственно зарабатывают на том что делают прекрасные курсы и материалы поэтому соответственно здесь если вы не готовы сразу идти и платить за участие в кассандра day rush и вы получаете большой бонус от слерм а мне кажется ребята наверное там напомнят мне в чате сколько сейчас пиар вернул сейчас пиар верну вот и можно с большой скидкой любой материал попробовать качество прекрасное вот по крайней мере и люди которых с которыми я там работал из авторов из организаторов потрясающим то давайте вернемся соответственно мы в моменте и уже начнем задавать вопрос а то уже 7 минут из утюденных 20 прошло а значит сокращается время на обед а обед это святое и так менты . ком код 653 479 12 или qr код я уже перехожу к первому вопросу извините юрчик на этом моменте прячем подготовимся к викторине ответьте на эти вопросы чтобы откроется смейте я вижу 120 лайков уже здесь это прекрасно значит у нас будет очень серьезное соревнование сегодня первый вопрос простой не викторину еще он так настроечка разогрев не торопитесь сколько у вас опыта с реляционными базами данных нет небольшой использую постоянно черный пояс поджойным ну логично что на мероприятии по базам данных хотя бы какой-то опыт с реляционными базами есть у большинства вполне ожидаемо собственно говоря практически на всех мероприятиях примерно такую картину и получаем 102 человеку уже ответила очень хорошо давайте соответственно продвигаться дальше следующий вопрос без спешки это еще не викторина сколько у вас опыта с новой сквер базами данных небольшой значительный нет так но раскладка естественно другая больше сдвиг в пользу нет новость куэль гуру гораздо меньше чем джоин каратистов вполне логично по всем нет небольшой значительный очень хорошо сейчас внимание youtube стрим имеет задержку в несколько секунд к сожалению ничего с этим сделать мы не можем быстрее он не работает сейчас вы отвечаете без спешки викторине нужно будет отвечать быстро для того чтобы успешно отвечать на вопросы викторины первую очередь смотрите на экран викторины на менте youtube будет чуть-чуть запаздывать прошу прощения ничего не могу с этим сделать отлично я очень рад видеть такое распределение я вижу людей очень много с небольшим опытом или без опыта с новой сквей вы посещаете наши воркшопы вы посещаете наши доклады а потом идете нам datastax.com slash learning и или катакода.com datastax делаете практические знания и вуаля у вас уже есть опыт с новой сквей пока еще не очень большой но затем мы выдаем ваучеры вы учитесь сдаете экзамен и вуаля вы уже сертифицированы по новой сквейли международная сертификация так что вы попали в очень правильное место друзья мои и последний вопрос сколько у вас опыта сопачи кассандра или datastax enterprise или datastax astra совсем нет меньше года общее представление несколько лет очень хорошо титан новый сквейли классно ну в общем вполне себе ожидаемом прямо скажем кассандра это не моя сквейли применяется не в каждом проекте так что распределение такое неудивительное надеюсь вам сегодня мне удалось сегодня с вами поделить немножко так сказать своей любви новый сквейли каждая база хорошо на своем месте не надо использовать кассандра там где лучше подойдет посвязь не надо использовать посвязь там где лучше подойдет кассандра перед лучше понимаете чем они отличаются до свершится предначертано разогрейте руки включайте все что можете включить сейчас начинается соревнования чате я вижу порядка 160 человек стримин соответственно в менте тоже около сотни должно быть кирилл василенко говорит сами проекты должны быть невероятных масштабов чтобы применять в них кассандра нет нет и нет достаточно выполнять хотя бы одно из требований чтобы было необходимо чтобы было необходимо использовать кассандру соответственно географическая распределенность готовность большим данным необходимость масштабирования много ситуаций когда кластер кассандры составляет 357 серверов и людей этом хватает когда им понадобится тысячу серверов они с легкостью расширятся если у вас были сервера postgre и вам потребовалось серьезное масштабирование вам придется полпроекта переписывать плюс сейчас есть хорошая менеджер кассандра когда вам не нужно возиться перешить все я вижу что счетчик лайков почти дошел до сотни тогда начнем вам как-то музыку хорошо слышно сделать погромче поехали итак отвечайте быстрее чтобы получить больше очков сколько мастер ноутс требуется кассандре по крайней мере ты на кластер по крайней мере три на каждый сот ни одной кассандра децентрализованно достаточно чтобы поддерживать консистентность данных сразу в бой но это простой вопрос если вы внимательно слушали конечно ни одной мастер ноутс не требуется на кластер их не существует кассандра децентрализованно по крайней мере три на кластер нет может быть вы перепутали с репликейшн фактор репликейшн фактор может быть совсем другим да отвечать надо достаточно быстро итак смотрим на лидерборд я смотрю ники пока вы еще не поправили человек играющий под ником том дал быстрейший ответ 937 очками это очень хороший результат второе место с разницей всего одно очко это меньше мере секунды разницы по времени очень хорошо давайте посмотрим что будет дальше у нас впереди еще много вопросов вопрос номер два отвечайте быстрее чтобы получить больше очков какие как данные распределяются по серверам разделами данные копируются на каждый сервер при помощи адрес локейтерс при помощи почтовых сообщений время стекло и так подавляющее большинство участников ответила правильно данные распределяются на основании партишнс разделов точно не копируются на каждый сервер 17 человек ответила данные копируются на каждый сервер господи нет конечно если у вас 1000 серверов все ваши данные будут тысячу раз реплицированная разумеется нет хорошо ну что у нас на лидерборд так я смотрю уже появляются человеческие имена это хорошо и в этот раз тем не был быстрейшим камень забирает первое место правда с разницей всего в три очка это совсем немного тим удерживается в топ-3 оставаясь на втором антон на третьем в этот раз быстрейший ответ дал вячеслав попав на 4 место александр романов подбирается очень близко в общем очень хорошо продолжаем у нас впереди еще есть время третий вопрос отвечайте быстрее чтобы получить больше очков как масштабировать кластер кассандра вертикально заменяя сервер на более мощный увеличивая фактор масштабирования горизонтально добавляя больше серверов никак производительности кассандра хватит для любой нагрузки очень интересного правильный ответ масштабировать кластер кассандры надо горизонтально добавляя больше серверов увеличивание фактор масштабирования но во-первых фактор масштабирования репликейшн фактор может быть да нет это не то строго говоря масштабированию кластера это слабо поможет может помочь распределить нагрузку да но масштабирование кластера выполняется горизонтально добавляя больше серверов и так что же у нас происходит в лидерборд вот это чудеса друзья я такого еще не видел 4 человека дали быстрейший ответ с одинаковым результатом по времени лосось локос лауси уси скажем так быстрейший попадая на второе место сдвигает тима на третье алекс скрипник михаэль м марк 4 быстрейших ответа потрясающий результат камею не дал быстрейший ответ но сидит как скала на первом месте опережая правда всего на 7 очков очень хорошо давайте посмотрим что будет дальше вопрос номер четыре у вас все еще и шансы отвечайте быстрее чтобы получить больше какой репликейшн фактор рекомендуется полтора 3 15 42 до человеку без опыта кассандра который не слушал предыдущие доклады конечно придется здесь нелегком нелегком время и стекло тоже происходит правильный ответ 34 человека ответила полтора и меня это даже несколько пугает это примерно как полтора землекопа только полтора сервера нет пикейшн фактор это всегда просто выглядит очень красивым то есть и я думаю что мы можем накануне дать его тоже есть из-за учителей соответственно нет не стоит вправду и мы можем сказать это потом эти дни все соответствующие в общем образом на цикле на оценке который появился начальник фестивателя дичьев report поэтому у нас есть но и но нет просто в общем почему он может на Algorithm кто-четто не выбрать волосы выбирать львов B2 или нет пикейшн агентства львов C2 но у вас есть уже очень интересный канал у нас снимал киндивоYes плотную подобрались в топ-3 и быстрейший ответ антоном прекрасная работа очень серьезное соревнование идет то есть разница буквально вот внутри топ-10 меньше 100 очков это значит на самом деле любой ответ любая секунда может изменить все один ответ моментальный дает 1000 баллов соответственно невозможно ответить сразу же правильно мы видим что эти люди отвечают очень быстро вопрос номер пять отвечайте быстрее чтобы получить больше очков кластер кассандры может быть развернут на только и w.s. любой комбинации облачных провайдеров и он примес только на одном облачном провайдере по выборам sega mega drive я бы на это посмотрел это определенно было бы интересно да тимофей бывает время и стекло а из это было просто любое комбинации облачных провайдеров и он примеси одновременно нет не только на одном облачном провайдере по выборам ну да это был мисклик я так понимаю простой вопрос отлично давайте посмотрим были ли здесь ошибки у лидеров нет все лидеры ответили правильно очень хорошо александр был быстрейшим попадая сразу на третье место это потрясающий результат соответственно и она держит 4 очень красиво ну что же продолжаем я смотрю все уже переименовались это хорошо 118 человек в соревновании но кто победит нам еще предстоит ответить на несколько вопросов и это 6 отвечайте быстрее чтобы получить больше очков кластер кассандры может состоять из нескольких центров обработки данных верно и все сот доступны на записи чтения верно часть сот пассивные доступны только на чтение верно но не более 200 неверно один кластер не может состоять из нескольких сот так и это правильный ответ верно 500 доступны на запись и чтение очень хорошо и так лидер борт михаил сказал что можно было бы ссылку на викторину выложить в телеграм канал тогда могло бы больше человек участвовать но вы знаете чем больше человек викторине тем меньше шансов лично у вас выиграть так что здесь огорчаться наверное нечему хотя да наверно строила я согласен и так вячеслав дал быстрейший ответ попадая на пятое место целом я вижу все те же самые имена наверху очень хороший результат верхушка держится посмотрим возможно впереди будут более сложные вопросы которые заставят вас совершить ошибку и это вопрос номер 7 отвечайте быстрее чтобы получить больше очков теорема сей и пи утверждает что в случае неполадок в распределенной системе консистентность доступность и устойчивость к разделению гарантирована только да так это вот что было у вас тоже менте глюкнул так секунду сейчас я его перезапущим редко такое случается но к сожалению иногда бывает это был мой любимый вопрос ну уж имеется именно на нем это должно случиться так и кажется можно так на обычном придется продолжать так прошу прощения дам никакую менте чтобы да использует я не знаю менте не на кассандре построена нет надо будет с ними поговорить может мигрирует ну что друзья к сожалению два человека успели получить какие-то очки остальные не успели но нам надо продолжать как есть кому-то повезло здесь сейчас артему и еще кому-то одному ну что ж бывает просто везет или не везет не будем огорчаться восьмой вопрос у нас все еще достаточно времени отвечайте быстрее чтобы получить больше очков рекомендованный способ достичь имидеет консистенции read write one one read write one all к ворум к ворум или при помощи видео чат так я смотрю в этот раз все идет хорошо время стеклом давайте посмотрим и так это был вопрос с уловкой действительно имидеет консистенции можно достичь при помощи one all это сработает является ли это рекомендованным способом нет рекомендованным способом достичь имидеет консистенции является кауром куру и ван ван вообще не позволит достичь имидеет консистенции правильный ответ к ворум куру оу спасибо спасибо илья я забыл поменять экран такой я молодец вот теперь все видно отлично итак правильный ответ куру куру давайте продолжать ну что же у нас происходит на таблице ошибок среди лидеров я не вижу артем снова был быстрейший вот эта хорошая производительность но в любом случае с учетом набранных до этого очков она забирает первое место викторина еще не закончена так что keep fighting продолжаем бороться она артем александр забирают первые три места причем между александром артемом 1 балл разницы очень хорошо итак продолжаем вопрос номер 9 отвечайте быстрее чтобы получить больше очков то такое и space организована в строки и столбцы содержит таблицы и определяет репликацию определяется при помощи партишенки и содержит строки это место для хранения ключей не забывайте нужно отвечать быстро но правильность ответов все еще важно время вышло правильный ответ keyspace содержит таблицы и определяет репликацию да да содержит таблицы и определяет репликацию keyspace не организована в строки и столбцы эта группа таблиц таблицы организованы в строки и столбцы и keyspace не определяется при помощи партишенки и уж точно это не место для хранения ключей по крайней мере в контексте кассандра конечно ну что же было много ошибок может быть кто-нибудь из лидеров но нет я не вижу по крайней мере так очень очень тесное соревнование да все время меняется картина александр на первом месте и камиль вернулся на второе отличная работа это был быстрейший ответ артем на третьем и вячеслав очень 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 близко очень хорошо и это 10 вопрос мы приближаемся к завершению отвечайте быстрее чтобы получить больше очков то обязательно должно быть в таблице кассандры да это колонс кластерин колонс партишн кейс ничто не обязательно туда сгублено итак время вышло правильный ответ обязательно должны быть в ключе разделов партишн кейс пластерин колонс опциональны также как и дейта колонс и в рамках требований кассандры мы все-таки должны следовать определенным условиям так что до партишн кейс требуется ну что у нас происходит наверху будут ли изменения окей артем забирает первое место подвинув александра внизу топ-10 тоже есть небольшие изменения и ети дал быстрейший ответ этого хватило чтобы попасть на восьмое место у нас впереди еще несколько вопросов я надеюсь лагать больше не будет так что продолжаем отвечайте быстрее чтобы получить больше очков мы уже близки таблицы кассандры содержат множество разделов только строки и таблицы настройки репликации бесконечность снов и гриус в некотором роде наверно дам время и стекло и правильный ответ множество разделов только строки и столбцы это неправильный ответ и это сложный вопрос но очень 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 важный этим принципиально отличается кассандра от привычных вам баз данных если вы общая работая с кассандрой будете думать только в строках и столбцах вам ничего хорошего из этого не произойдет нужно все время помнить про разделы раздел это base unit of access in кассандра это самое главное в принципе что есть кассандра partitions поэтому в первую очередь таблицы кассандра содержат partitions и определенно не только строки и столбцы я смотрю сейчас что-то поменяется но нет небольшие изменения артем задумался задумался артем да это отбрасывает его на пятое место с первого вячеслав забирает 1 александр второе камель держится в топ-3 и и тиснова дает быстрейший ответ очень хороший результат итак вопрос 12 предпоследний вопрос отвечайте быстрее чтобы получить больше очков как кассандра выполняет джонс джонс кассандре требует джон ты был также как его ствель никак не выполняет выполняет но как-то не хотя и так друзья предпоследний вопрос и время вышло правильный ответ никак не выполняет джонс кассандре не требует джон ты был их просто нет вы можете сделать джойны нет имитацию джойнов на уровне приложения но лучше используйте денормализацию и уж точно не так же как в свой знаете это даже оскорбительно как-то и я смотрю некоторым людям понравился вариант выполняет но как-то не хотим да я понимаю мне должен там придумал и так и так что же у нас происходит наверху камель был быстрейший но это не помогло ему подняться впрочем третье место это тоже очень неплохо однако борьба идет во второй части топ-10 ну чтобы готова это последний вопрос это последний вопрос который решит все разогрейте руки откройте глаза пошлили соберитесь выдохните вдохните последний вопрос викторинам отвечайте быстрее чтобы получить больше очков для кластера из 8 серверов в одном сот сколько серверов надо добавить чтобы удвоить производительность 4812 невозможно удвоить производительность в рамках 1 сот о как мне интересно я прям жду не дожду время истекло и правильный ответ 8 8 это правильный ответ тем кто ответил 4 друзья вот там где вы живете пришлите мне билет в этот чудесный мир единорог и раду потому что удвоить производительность не удваивая количество серверов это прям сурово я так не умею было бы здорово вам 8 серверов для кластера из 8 серверов удвоение количество серверов данном случае при прочих равных даст нам удвоение производительности нет не 12 кассандра масштабируется линейно и ответ невозможно удвоить производительность в рамках 1 сот неправильный это возможно ну что показать вам таблицу результатов что ли давайте покажем если вы победили если вы в этом списке не закрываете сейчас экраны нет не выключаете телефоны или браузеры что там у вас оставьте вот это вот не убирайте никуда сейчас пригодится объясню почему и так алексей локос лосос я по-прежнему не знаю михай марк артем николаус идти камень александр и вячеслав занявший первое место александр это было так близко разница в 4 балла это вот просто не то что спину дышит а буквально вот прям в затылок камень тоже потрясающая работа три очка разница от второго места обычно мы выдаем призы первым трем победителям топ-3 но в этот раз мне удалось убедить начальство что мы заслуживаем немножко больше призов потому что мероприятия на русском языке проводятся очень редко поэтому весь список топ-10 все кто сейчас есть на экране зарабатывают призы это подарки от datastax футболки кружки я не помню точно что нужно что что там сейчас входит но точно набор очень приятный теперь как него получить свяжитесь со мной как со мной связаться либо в телеграме телеграме я есть в чате соответственно не сложно будет меня найти если в телеграме вас нет я есть еще в linkedin я тоже как алекс волочнев или соответственно если совсем не получается найдите меня по почте по прочте это будет так алекс . упс волочнев собака datastax dot com вот вроде правильно пожалуйста приложите к письму сообщению в телеграме или сообщению личному сообщению в телеграме или личному сообщению в linkedin я приложите скриншот вашего заслуженного 1 2 3 4 и так далее до 10 место очень прошу и соответственно напишите мне с этим скриншотом я вас переадресую на специально обученного джека фраера который у нас занимается викторинами и призами обычно я бы сказал прямо ему писать но в данном случае я думаю будет проще все это аккумулировать у меня сначала заодно если и вы есть в linkedin и познакомимся ну и вообще мы уже столько времени провели вместе что добавляйте меня в linkedin я буду очень рад то поздравляю всех участников викторина на этом закончена но кассандра да и только в самом разгаре через до времени на обед у нас осталось совсем немного давайте через полчаса мы встречаемся на этом канале поговорим про аппликейшн девелопменты в кассандра в первую очередь драйвера как работает приложение с кассандрой так далее и в рэп рум будет доклад если они ошибаюсь кто у нас там следующий следующим у нас будет как раз старгейт от дмитрия бурлачкова моего коллеги из datastax дмитрий потрясающий разработчик и я очень рекомендую вам его послушать а старгейт это вообще классный проект если вы были на докладе александр широкого из елпа который использует старгейт очень активно то уже кое-что про это знаете это способ использовать все возможности кассандры всю масштабируемость мощность и так далее и так далее при этом не применяя cql в чистом виде а используя документы и пей реста и пей или граф юэль это круто я считаю соответственно про это будет рассказывать дмитрий ну а если вы в этих и пей не так заинтересованы то приходите ко мне на кассандра аппликейшн девелопмент и встретимся затем позднее уже вечером на следующих докладах большое спасибо это потрясающий день я очень рад видеть столько людей здесь вместе со мной сейчас мы делаем небольшой перерыв на обед получился гораздо городе чем планировалось но так оно обычно и бывает ну и собственно говоря все перерыв